В мире, где тьма угрожает поглотить все, есть те, кто готовы противостоять ей. Герои, вооруженные не только сверхпособностями, но и непоколебуемой верой в справедливость. Дарксайд, тиран с планеты Эпоколипс, намерен уничтожить все, что мы знаем и любим. Сейчас мы расскажем, как легендарные герои спасают мир от разрушения. Приятного просмотра. В Готэм-Сити произошла серия странных похищений. Видеозаписи свидетельствуют о том, что за инцидентами стоит Бэтмен, разыскиваемый костюмированный мститель. Когда таинственный закутанный похититель похищает женщину, зеленый фонарь прибывает, чтобы противостоять похитителю и спасать женщину, когда она падает сверху. Вскоре зеленый фонарь атакует похитителя и выясняется, что он чудовищный парадемон. Существо разбивает зеленого фонаря и когда его собирается убить, появляется Бэтмен и спасает его. Затем парадемон атакует уже обоих героев. После они убегают от полиции города и преследуют существо в канализацию, где оно взрывает материнскую коробку. Бэтмен и зеленый фонарь осматривают эту коробку. Они делают вывод, что она имеет внеземное происхождение и решают спросить Супермена, чтобы получить ответ. Уже вскоре еще одну материнскую коробку, предоставленную Флэшем, изучает в лаборатории Стар. Доктор Сила Стоун, отец Вика Стоуна, намеренно пропускает футбольный матч своего сына, чтобы изучить эту вещь. Чуть позже, пребывая в Метрополис, Бэтмен и зеленый фонарь сражаются с Суперменом, который ранее сражался с парадемоном и считает, что герои работают с ним вместе. Их битва распространяется на часть города. Он наконец-то останавливается, когда Бэтмен зовет Супермена Кларком. После этого Супермен использует свое рентгеновское зрение и узнает в Бэтмене миллиардера Брюса Уэйна. После этого три героя начинают сотрудничать вместе. В это же время на планете Апоколипс, Дарксайд приказывает Диасаду начать вторжение на Землю в ответ на открытие супергероями его планов. Вскоре Вик прибывает в лабораторию Стар и спорит со своим отцом Силасом, который считает, что футбол не имеет значения в мире, который не меняется с появлением мета-людей. В это же время в Дейли Планет Супермен, Бэтмен и Зеленый Фонарь понимают, что вторжение началось, когда коробка активируется и несколько бум-труп появляются по всему миру, включая лабораторию Стар. Взрыв смертельно ранит и внедряет технологию коробки Вика, заставляя в лабораторию Стар доставить Вика в реанимацию, чтобы спасти его. Силас загружает Вика вынужденно в высокотехнологичную медицинскую кровать, соединяя своего сына с различными технологиями. В это же время бесчисленные парадемоны появляются по всему миру, атакуя всех на виду. Технология этой коробки связана с Виком и оборудованием лабораторий, превращая Вика в самого Киборга. Как раз тогда, когда Флэш прибывает, чтобы спасти ученых, систему Киборга раскрывает подробности Апоколипса, Дарксайда и плана его вторжения. В это же время в своем приемном доме подросток Билли Бэтсон видит парадемона снаружи и мистически превращается в супергерой Шазама. Воздушный самолет Форс-1 атакует в воздухе, но его спасает амазонская принцесса Чудо-женщина и Супермен. Уже после того, как герои соберутся, Киборг раскрывает, что вторжение является прелюдией к терраформированию самой Земли. Наконец, через какое-то время прибывает Дарксайд и оказывается мощным противником, который легко побеждает каждого из всех героев. Супермен схвачен. Бэтмен остановит зеленого фонаря и убеждает его помочь героям работать вместе после того, как он снимает маску. Уэйн намеренно позволяет себя захватить, чтобы спасти самого Супермена. А зеленый фонарь, действуя как лидер, собирает всех и решает, что нужно сделать, чтобы победить Дарксайда. Им сначала нужно уничтожить его глаза, лишив его возможности использовать свои омега-лучи. Уже после этого, Бэтмен прибывает на Апоколипс и останавливает Диасада, превращающего Супермена в парадемона. Но из-за промывания мозгов, Супермен устраивает погром, в результате чего Диасад погибает. После этого, Бэтмен рассуждает с Суперменом, помогая ему восстановить свою личность на прежнее время. Уже на Землю, после того, как глаза Дарксайда были выведены из строя, Киборг соединяется с материнской коробкой, чтобы снова открыть бум-трубы и отправить тирана и его армию обратно в их родной мир. Хотя у них получается и парадемоны исчезли, Дарксайд все же остается. Супермен и Бэтмен прибывают и вместе составляют тирана также войти в портал. И вот мир спасен. Когда-то очерненные супергерои получают доверие общественности и честуются в самом Белом Доме. Президент Соединенных Штатов спрашивает, есть ли у них у каждого имя. Шазам внезапно объявляет имя Супер Севен, на которое другие возражают. А уже в сцене после титров из океана появляется Атлантический корабль и Оушен Мастер появляется, неся тело своего короля, предположительно убитого во время вторжения, называя это актом войны с поверхности, за которую он клянется отомстить. И вот герои спасли мир от разрушения. Но это только начало. Новые угрозы уже появляются на горизонте. И герои должны быть готовы к новым вызовам. Лига Справедливости. Война. Это только начало легенды. На моем канале также есть видео, которое я прикреплю, в которой рассказывается про следующие приключения Лиги Справедливости. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи в мире кино. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok